Еще одно применение ключевого слова static — это статические поля класса. Поле класса, объявленное с ключевым словом static, по сути является глобальной переменной, объявленной внутри класса, и на которую распространяется действие модификаторов доступа. Модификаторы доступа — это единственное, что отличает статическое поле класса от глобальной переменной. В остальном статические поля класса хранятся в той же области, где хранятся глобальные переменные, В некоторой области глобальных данных статические поля класса создаются при запуске программы, в этот момент происходит их инициализация, и удаляются при выходе из программы. Давайте посмотрим следующий пример. Пусть у нас есть некоторый класс юзер, соответствующий пользователю, например, в операционной системе. Мы хотели бы поддерживать переменную, которая считает количество пользователей, существующих в системе в данный момент. То есть мы хотели бы посчитать количество экземпляров класса юзер в данном момент. Как такая задача обычно решается? Создается некоторая глобальная переменная, и эта переменная инкрементируется в каждом из конструкторов и декрементируется в деструкторе. Таким образом мы автоматически поддерживаем количество объектов типа юзер. Если мы сделаем это просто при помощи глобальной переменной, то такую переменную можно будет изменять и из любого другого кода. И потенциально данное число будет недостоверно, то есть в автомат-коде можно будет ее подкрутить. Для того, чтобы защитить эту переменную от изменения, можно объявить ее как статическое поле класса и защитить при помощи модификатора доступа private. В этом случае ее можно будет изменять только внутри кода класса юзер, то есть только где-то здесь. Таким образом, если мы контролируем код класса юзер, никто другой эту переменную менять не сможет. Как и обычные глобальные переменные, статические поле класса требуют определения. Определение нужно описывать снаружи от класса, там есть несколько исключений, но в большинстве случаев действительно это надо писать снаружи в одном из файлов с кодом, то есть в одной из единиц трансляции. В этой единице трансляции, в той единице трансляции, в которой будет написано определение, будет выделено место под хранение данной глобальной переменной. Для хранения той глобальной переменной, которая соответствует статическому полю класса. Определение состоит из типа переменной, из ее имени, в данном случае имеется в виду полное имя этой переменной и унициализирующего значения. То есть непосредственно в коде класса переменные инициализировать нельзя, их надо инициализировать при определении. А определяют их в одном из файлов с кодом. При этом, если мы определим это статическое поле класса в нескольких файлах с кодом, то есть в нескольких единицах трансляции, то при линковке произойдет ошибка, так как у нас будет несколько определений одной и той же глобальной переменной, которая соответствует статическому полю класса. Отличие статических полей класса от обычных полей класса заключается в том, что обычные поля класса, они по сути являются полями объекта, то есть они хранятся в объектах, а статическое поле класса хранится в области глобальных переменных, то есть это глобальная переменная уровня класса. Поэтому для доступа к статическим полям класса не нужен объект. Это надо понимать. Так как статическое поле класса хранится не в объекте, а в области глобальных данных, то мы можем к таким полям обращаться напрямую. Например, если бы мы не указали модификатор доступа private, и данное поле было бы публичным, то мы могли бы обращаться к данной переменной просто по полному ее имени, указывая имя класса, в котором она находится, и имя переменной.